Добрый день, уважаемые родители! В рамках проекта «Родители первого учителя ребенка» мы продолжаем наши встречи со специалистами Усть-Каменогорского детского центра показаний специальных социальных услуг. По теме нашей встречи логопед Рахимова Назирке поделится идеями. Вам слово, Назирке! Здравствуйте, уважаемые родители! Я логопед, меня зовут Назирке. Сегодня я хочу вам рассказать о развитии речи в домашних условиях с помощью артикуляционных упражнений. Чтобы речь у ребенка была четкая, разборчивая, внятная, или же вы хотите поработать над дикцией ребенка, вам нужно укреплять речевые аппараты. Что нужно для этого? Для этого нам нужны артикуляционные упражнения. Но для начала я хочу вам рассказать про главные принципы выполнения артикуляционных упражнений. Первое. Это у нас регулярность. Выполняйте артикуляционные упражнения каждый день, но не перегружая ребенка, учитывайте его возраст и самочувствие. Когда выполняете артикуляционные упражнения вместе с ребенком, смотрите, начинайте от трех минут, постепенно увеличивая до 30 минут. Каждое упражнение мы повторяем по пять раз. Но смотрите, чтобы ребенок не уставал и ребенку нравились упражнения. А также в день можно добавлять по одному новому упражнению. Дальше. Второе. Это игровая форма. Любая мама знает, какие игры нравятся своему ребенку. Поэтому упражнения также должны быть интересные, красочные. Например, когда вы выполняете артикуляционные упражнения, для начала, если вы только начинаете выполнять с ребенком, обучаете дома ребенка, вы можете взять такие карточки, где для начала, допустим, есть фото, и как нужно выполнять. Подробнее написано. Когда уже ребенок, уже, допустим, будет знать, как выполнять это упражнение, вы можете уже вот такое пособие взять. Допустим, тут артикуляционные упражнения у нас как часики. Двигаем стрелочку, и ребенок уже начинает активно сам выполнять. Третье. Это у нас комфортная обстановка. Ребенку всегда должно быть комфортно. Допустим, что нам нужно, чтобы выполнить упражнение? Нужен стол, стул удобный, чтобы ребенок сидел правильно. А также зеркало. Зеркало вы можете взять большое, где ребенок увидит маму, себя. Либо взять маленькое зеркало, чтобы для начала ребенок на себя посмотрел, сам выполнил свой язычок, посмотрел, как он выполняет. Когда выполняете, начинаете, допустим, только делать вот эти упражнения, только обучаться, надо, чтобы мама или папа показывает. Для начала мы показываем ребенку, объясняем сами. Дальше у нас выполняет ребенок. Это вы также можете для начала дать ребенку маленькое зеркало. Ребенок там посмотрел, сделал. В дальнейшем вы смотрите на большое зеркало и выполняете вместе. Так будет ребенку видно, правильно ли он делает. И вы можете проследить через зеркало, насколько правильно делал ребенок. Четвертое, это у нас терпение. Нужно иметь большое терпение, потому что с первого занятия мы не достигнем лучших результатов. Ребенку будет тяжело, как бы все сделать правильно. Поэтому, мамочки, запаситесь, пожалуйста, терпением. Не ругайте. Каждый раз просто хвалите, поощряйте своего ребенка и ни в коем случае не делайте упражнение вместо него. Ребенок, даже если с ошибкой, но ничего страшного, в следующем занятии он уже сделает лучше, получится лучше. И чтобы у ребенка не пропало желание выполнять вместе с мамой вот эти упражнения. Теперь хочу остановиться на основные артикуляционные упражнения, которые у нас развивают речь. Вот как я и говорила, вот для начала с ребенком вы можете взять вот такие карточки. Они также должны быть красочными, да, в цветной распечатке, чтобы ребенку было приятно смотреть. Плюс ребенок, анимал карточку вы можете вот в такой форме, либо чуть больше, на ваше усмотрение. Допустим, упражнение заборчик, да, мы говорим ребенку, нужно улыбнуться, да, обнажили зубки, удерживаем данное положение, счет до пяти. Это значит, мы с ребенком считаем счет до пяти. В некотором упражнении ребенку не получится у ребенка сначала, да, счет до пяти держать, да. Ничего страшного, как до трех, до двух смог удержать, также удерживаем. Следующее упражнение – иголка. Рот открыли, да, узкий язычок показали, вытянули вперед, также делаем это упражнение счет до пяти. Каждое упражнение. Можете, если у ребенка уже школьный возраст, ребенок постарше, если он справляется с этими упражнениями, да, счет не до пяти, можете до десяти. И также, допустим, если ребенок еще маленький, от трех до десяти минут занятия, продолжительность. Если ребенок уже постарше и может выполнять вот эти упражнения, уже можно до тридцати минут. Можете выполнять. Дальше, следующее упражнение – чашечка. Улыбнулись, ротик открыли, да, положили широкий язычок на нижнюю губу. И также держим. Вот видите, например, в упражнении чашечка, рисунок чашечки, чтобы ребенку было легче запоминать, да, легче запоминать и выполнять. Также вот в упражнении, допустим, заборчик, да, мы видим, что похож на заборчик. В иголке также он похож на иголку. Объясняем, что иголка у нас там устая, острая, да, и ребенок, получается, запоминает. Когда уже ребенок начинает по этой схеме запоминать, ему легче будет выполнить эти упражнения по этим картинкам. Допустим, часики он уже будет знать, что язычок нужно в разные стороны двигать, заборчик, зубки показали, обнажили, лошадка, что мы его цокаем, да, и также ребенку будет легче выполнять. Это уже выполнение артикуляционных упражнений, называется активное выполнение упражнений. Также вы тоже можете здесь побольше упражнений взять. Также можете, если у ребенка есть какие-то звуки, нужна постановка каких-то звуков, также на определенный звук есть артикуляционные упражнения, которые вы пополняете. Вы можете взять у своего логопеда, либо посмотреть с интернета, взять эти же упражнения выполнить. Если у ребенка там нужна постановка звука Ре, вы можете на звук Ре у артикуляционных упражнений взять, да, и их вместе с ребенком выполнить. Вот. Если у мамочек каким-то образом не получается выполнять упражнение, либо мама где-то считает, что она может неправильно делать, не получается, вы можете обратиться к своему логопеду, где логопед вам покажет, либо вы можете также посмотреть на YouTube-канале, как нужно выполнять артикуляционные упражнения пошагово, где специалист вам будет показывать, вы можете также научиться для начала сами, потом уже будете обучать своего ребенка, и вы будете дальше знать, как правильно ли выполнял ребенок, и правильно ли делаете вы. Вот эти упражнения, артикуляционные упражнения, они нам нужны в любом возрасте. Можно развивать речь, выполнять эти упражнения, можно для маленьких деток, для малышей, там, 2-3 года, для запуска речи, да, тоже выполняем такие же упражнения. Если у ребенка нужно работать над диксой, чтобы у него внятная речь была, также выполняем упражнения. Упражнения бывают, также артикуляционные упражнения разные. Есть и артикуляционные упражнения на язычок, есть также на щеки. Все можно также посмотреть, либо попросить у своего логопеда. Каждый родитель смотрит на особенности своего ребенка, какие именно упражнения требуются, и как ребенок может выполнять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok